Ветеран специальной военной операции, известный под позывным «Зрачок», добровольно пошел в зону СВО в 2022 году. После возвращения столкнулся с необходимостью восстановить свое здоровье. В поисках поддержки обратился филиал фонда «Защитники Отечества». Ему предложили помощь психолога, на вооружении которого VR-очки. По словам бойца, эффект от работы заметен сразу. Эмоциональное состояние заметно улучшилось. Как проходит рыбалка? Во-первых, дыхание устанавливает и успокаивает внутренние ощущения, спокойствие у тебя внутри. Когда ты душишь ровно, спокойно, умиротворение внутри. Это помогает. Поэтому я буду приходить еще. Каждая с VR-очками длится около 25 минут. В процессе тренировки фиксируется текущее дыхание пользователя и даются рекомендации по его коррекции. Психологи внимательно следят за изменениями, что позволяет сразу почувствовать эффект. Все, как правило, на это очень активно реагируют, все нравятся. И в этих очках нравится людям припывать, потому что там разные картинки. То есть на выбор можно выбрать либо море, либо кувшинки, либо огонь. И в режиме реального времени, в 3D-очках, они с удовольствием, с помощью дыхания, эти картинки регулируют. То есть когда дыхание увеличивается, либо там облака разбегаются на экране, либо кувшинки распускаются, либо огонь начинает разгораться в камине. Фонд «Защитники Отечества» предоставляет участникам, ветеранам и их семьям доступ к программе реабилитации с использованием современных технологий и индивидуальных консультаций с врачами. Работа построена различными способами, то есть начиная от индивидуального приема, когда наш подопечный обращается за получением психологической помощи, в том числе и предварительная запись по телефону, это в рамках проведения телемедицинских консультаций, ну и ряд других способов. Самое главное необходимо отметить, что здесь используется именно индивидуальный подход в этом комплексном лечении. По словам медиков, за получением психологической помощи обращаются не только сами бойцы, но и их семьи, а также родные тех, кто погиб на полях сражений. Августина Охременко, Игорь Казановский, События.